Фильм Даррена Аронофски «Фонтан» тоже относится к категории фильмов, которые предлагают зрителю определённый миф в символической форме, дающий объяснение устройства мира как целого и места в нём человека. Конфликт, который разыгрывается на экране, можно понять как конфликт двух типов отношения к смерти. Главный герой понимает смерть как болезнь, которую нужно победить, а его жена понимает смерть как этап в самой жизни. Но если мы копнём глубже, то обнаружим более интересные вещи. Давайте раскроем фабулу фильма и снабдим её необходимыми комментариями. Некоторые детали сюжета я почерпнул из комикса, сделанного по первоначальному сценарию Даррена Аронофски. Главный герой, учёный, которого зовут Томас Крео, озабочен созданием вакцины от рака для излечения своей жены Изи. Изи смирилась с тем, что ей придётся умереть, так как она понимает смерть как момент перерождения в новую жизнь. Эту свою уверенность она черпает из мифа, который, как утверждается, принадлежит народу майя. Она рассказывает Тому о Шебальбе, туманности вокруг умирающей звезды, где возрождаются души умерших. Изи пишет книгу, в которой в аллегорической форме излагает происходящее с ней и с мужем. В книге она изображает себя как королеву Испании Изабеллу, растущую раковую опухоль, как инквизитора, отнимающего у королевы её земли, а мужа, как конкистадора, находящегося у неё на службе. Желание Тома учёного победить рак в книге показано, как желание конкистадора убить инквизитора. Но королева запрещает ему это делать и направляет его энергию на поиски древа жизни. Рассказ священника о древе жизни соответствует рассказу Изи о Шебальбе. Королева перед тем, как отпустить Томаса, берёт с него обещание умереть за Испанию. Ты освободишь Испанию от рабства. Я обещаю отдать за Испанию жизнь. А сама, в свою очередь, обещает ему стать его Евой после того, как он найдёт источник вечной жизни. Это кольцо будет напоминать тебе о твоём обещании. Здесь я хочу обратить ваше внимание на особенности взаимоотношений Изи и Тома. В книге, то есть в фантазии Изи, она предстаёт королевой, а её муж находится у неё в услужении. Образ королевы с психологической точки зрения является выражением архетипа матери. Следовательно, мы можем предположить, что у Тома и Изи, как супругов, преобладают отношения по типу мать-сын. Давайте я объясню, что это значит. Психика любого взрослого мужчины содержит в себе архетипы отца, брата, мужа и сына, а психика женщины – архетипы матери, жены, сестры и дочери. Эти архетипы порождают соответствующие субличности, модели поведения и в мужчине, и в женщине. Таким образом, мужчина может относиться к женщине как отец к дочери, как брат к сестре, как муж к жене и как сын к матери, независимо от того, находится ли он на самом деле в родственных с ней отношениях. То же самое можно сказать и о женщине. С каждым конкретным человеком один из этих типов отношения будет преобладающим. Если, как мы сказали, мужчина относится к жене как к матери, это не значит, что она похожа на его родную мать. Это значит, что он в её присутствии чувствует себя ребёнком. Том-учёный, вместо того, чтобы проводить вместе с женой её последние дни, всё своё время проводит в лаборатории, где и теряет кольцо. Этот эпизод даёт нам понять, что он потерял связь с Изи, так как пошёл неверным путём. Незадолго до своей смерти Изи рассказывает Тому очередную часть своей легенды о первом отце, смерть которого стала причиной возникновения мира, и о продолжении жизни умерших в других живых существах. Она поручает Тому дописать последнюю 12-ю главу её книги, в которой должны быть описаны события, произошедшие после того, как конкистадор находит древо жизни. Рискну предположить, что Изи, смирившись со смертью, на самом деле знает, что там должно произойти. Смерть Тома. Но она не может написать об этом, так как Том ещё морально к этому не готов. После смерти жены Том находит средства для продления жизни и излечения от болезни. Эти чудесные свойства обнаружила некое дерево из Центральной Америки. Том сажает семя этого дерева на могиле жены. Дерево, выросшее из этого семени, становится для Тома перевоплощением Изи, в соответствии с историей, которую она ему когда-то рассказала. Том питается от этого дерева, благодаря чему его жизнь продлевается. Но дерево со временем само может умереть, поэтому Том отправляется к Шибальбе в расчёте на то, что энергия взрыва звезды возродит дерево и они смогут жить дальше. Итак, Том-монах летит вместе с деревом в сфере к Шибальбе. Эта сюжетная линия соответствует пути Тома-конкистадора к древу жизни. Наша гипотеза о том, что Изи является символической матерью Тома, здесь находит своё очередное подтверждение. Изи-дерево является для Тома источником жизни, от которого он питается. А источник жизни – это материнский аспект женского начала. Следовательно, психологически Том зависим от Изи, как ребёнок от матери. А значит, перед нами ситуация, когда мужчина не преодолел свою инфантильность, и его возлюбленная для него выступает в первую очередь как мать. Изи является Тому в видениях и требует закончить книгу. Но Том упорно отказывается это делать и продолжает идти собственным путём, то есть хочет воскресить дерево от звезды. Том зависим от Изи, но он же пытается от неё оторваться, а Изи склоняет его к смерти, чтобы поглотить его и таким образом соединиться с ним. Дерево умирает раньше, чем Том успевает долететь до Шибальбы. Это параллель эпизоду, когда Изи умирает до того, как Том нашёл лекарство. Том понимает, что он не сможет больше убегать от смерти и соглашается принять её, так как средств для поддержания жизни у него уже нет. Закончи её. Ладно. Он вылетает из сферы навстречу Шибальбе, и все дальнейшие события составляют содержание последней 12 главы книги Изи. Жрец, охранявший путь к древу жизни, видит вместо конкистадора будущее. Он видит первого отца, который пожертвовал собой ради рождения мира. Конкистадор направляется к древу. Этому эпизоду соответствует вылет Тома-монаха к Шибальбе. И погибает, став его частью. Кольцо, которое потерял Том 500 лет назад, вновь возвращается к нему. Знак того, что он вновь обрёл связь с Изи и находится на правильном пути. Звезда взрывается, и Том погибает, растворяясь в потоке энергии, которое вновь оживляет дерево. То есть в гибели Тома-конкистадора и Тома-монаха наблюдается однозначное соответствие. И тот и другой стали частью древа жизни. Ожившее дерево становится новым древом жизни для вновь созданного мира. Том стал первым отцом, Адамом, который принёс себя в жертву ради создания мира. А Изи стала его Евой. Можно ли сказать, что Том и Изи достигли вечной жизни? Навряд ли. Они будут жить вечно, но не как индивидуумы, а как поглотившая их природа, вечно умирая и вечно возрождаясь в новой форме. В фонтане вечная жизнь приравнивается к вечной смерти. Концовку фильма невозможно объяснить, не привлекая учения о реинкарнации. Только с этой точки зрения становится понятным изменение прошлых событий. Когда Изи зовёт Тома погулять, и он, как будто вспомнив что-то, очевидно из прошлой жизни, неожиданно соглашается и таким образом в этом своём воплощении поступает правильно. То есть бросает исследования и остаётся с женой. В основе нашей культуры лежит миф о подвиге героя. Мы уже привыкли, что в любой истории герой должен сразиться с драконом в том или ином его обличии и добыть сокровища, либо освободить пленницу. Времена меняются, но суть истории о герое остаётся той же. Герой должен выйти из зоны комфорта, преодолеть трудности и стать другим, приобрести новый опыт. Фильм Фонтан в этом отношении не оправдывает наших ожиданий. Сражается ли герой фильма с драконом? Вроде бы сражается. Том пытается победить болезнь и смерть, и даже находит лекарство. Да только его подвиг никому не нужен. Добывает ли герой сокровища? Том достигает его, находит древо жизни, шабальбу. Но сокровище поглощает его. Спасает ли герой пленницу? Он и рад бы её спасти, да только она сама этого не хочет. Пленница добровольно отдаётся дракону, и мало того, она и героя побуждает сделать то же самое. Герой мужественно сопротивляется в течение 500 лет, пока летит в космосе. Но потом всё-таки сдаётся. Что же не так в этой истории? То, что герой погибает ради жизни дракона. Мифический дракон Ураборос, олицетворяющий бессмысленную стихию жизни, её бесконечное самопорождение и самопожирание, является Томасу, то под видом сокровища, то под видом пленницы, которую нужно освободить, и в итоге поглощает его. Ураборосу присущи как мужские, так и женские черты одновременно, поскольку он сам себя порождает и сам себя умерщвляет. Стало быть, Ураборос является объединением архетипов великой матери и ужасного отца. Ужасный отец в фильме представлен в виде инквизитора. Образ отца обычно символизирует определённые коллективные ценности. Стало быть, Том, спасая жену, должен пойти против изживших себя принципов. Но в фонтане на переднем плане стоит борьба героя с поглощающей его великой матерью. Великая мать является Тому в виде самой Изи, а точнее, в виде королевы Изабеллы. Она постоянно зовёт Тома соединиться с ней и раствориться в беспредельной стихии женского начала. Обратите внимание на деталь, которая теперь приобретает важнейшее значение. В мифологии Майя вселенная делится на три части – небо, землю и подземное царство, которое называется Шибальба и переводится как «место страха». В мифе Фонтана Шибальба перенесена на небо, и герой якобы совершает духовное восхождение. Но если мы вернём всё на свои места, то найдём скрытый смысл этой истории. Герой вовсе не возносится на небо, а совершает сошествие в мир умерших, где должен сразиться с драконом и освободить пленницу. Этот мотив повторяется во многих мифах. Сразу становятся очевидными параллели истории Фонтана и мифа об Орфее и Эвридике, в котором Великая Мать представлена в образе Персифоны. Разница лишь в том, что Орфею удалось выбраться из царства мёртвых, хотя и не удалось спасти жену, а Томас Крео так и остался в нём. Образец более удачливого героя мы находим в мифе о Персея, которому удалось победить Великую Мать в образе Медузы Гаргоны и освободить Андромеду. Миф о Героя в символической форме содержит этапы развития сознания. Он показывает, как сознание, я, эго, отделяется от сферы бессознательных инстинктов, которые соответствуют архетипу Великой Матери. Великая Мать – это стихия бессознательной природной жизни, которая с одной стороны порождает сознание, а с другой пытается его поглотить. Борьба Героя с Драконом – это борьба за отделение от Великой Матери, борьба духовного с природным, борьба личности за свою самостоятельность. Эта борьба происходит как на уровне всего человечества, так и в личном развитии каждого индивидуума, когда ребёнок психологически отделяется от своих родителей. Не каждой культуре и не каждому индивиду это удаётся сделать. Фонтан – фильм о таком несостоявшемся подвиге, о побеждённом Герое и неспасённой пленнице. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...